Чё ты жужжит там в камере? Где видео? Где видео? Где видео? Твою мать! Друзья, не кидайтесь в меня камнями. Да, я обещал 25 числа записать видео «Мифы и легенды. Первую часть». Но, к сожалению, я не успеваю по срокам. Я хочу сделать хороший, качественный монтаж, хорошую, интересную информацию для вас подобрать. Поэтому не кидайтесь в меня камнями. Я постараюсь сделать это побыстрее. А сейчас сделаю пару роликов, которые будут в преддверии «Мифов и легенд» рассказывать такие маленькие прероллы. Ну, потому что люди очень часто задают эти вопросы. И первая тема, о которой мы сегодня с вами поговорим, как же найти директолога, как с ним взаимодействовать. Ну и все основные аспекты, связанные с этим. Погнали! Итак, сегодня я вооружусь фломастером, буду рисовать для вас на доске. И также сделаю вам инфографику, чтобы было более понятней. И начнем мы с самой важной вещи. Директолог – это услуга. Как бы к этому ни относились, но это совершенно обычная услуга. Как и услуга, так и товар. Абсолютно не важно. Имеют три основные характеристики, от которых мы никуда не денемся. От них зависит практически все. Купит человек или не купит. Это три совершенно обычных параметра. Первый – это цена. Второй параметр – это сроки. И последний параметр, но не самый последний по значимости – это гарантии или качество. Давайте теперь поговорим, исходя из моего опыта. Исходя из моего опыта, можно разделить всех директологов на несколько составляющих. Первое – это агентства. Агентства бывают абсолютно разные, но есть очень важная вещь, которая их объединяет. Там работает не один человек. Там работает менеджер, который работает с клиентами, или несколько менеджерей, как в моем случае. Есть аккаунты. Это могут быть и директологи, и вообще менеджеры. И также это может быть директолог и его подмастерье. То есть, есть основной директолог и, например, 2-3 подмастерья у него. То бишь, структура чуть шире, нежели чем вы позвонили на сайт. Алло, здравствуйте. А отвечает там сам директолог. Ну и второй тип директологов – это фрилансеры. Ребята, которые работают, в принципе, одни. Либо они берут проекты и отдают их кому-то еще, вам, естественно, об этом не говоря. У меня уже отучилось 500 директологов. Я знаю, что большая часть людей работает, естественно, в одиночку. Есть люди из директологов, которые проходили у меня тренинги, они уходят в крупное агентство. Ну, либо поучиться, либо, ну, из-за разных причин, но тем не менее уходят. Некоторые просто хотят заработать денег. Уж чего скрывать, потому что там у директологов есть заработные платы 80 тысяч рублей. У подмастерья – 40, у основных около 80. При этом это бесценный опыт. Ну и, конечно же, редекторы и ребята открывают агентства. Теперь давайте ближе к вам подойдем. Если говорить о директологах и агентствах, какие вам подходят? Давайте начнем с того, что у вас есть определенный бюджет на рекламу. И если этот бюджет, например, меньше 100 тысяч рублей, то в крупное агентство вы просто никак не попадете. Потому что они работают по определенной схеме, когда они берут, например, от 8 до 15% за бюджет, который вы сливаете через их агентский АК. Есть свои подводные камни и так далее. Но если ваш бюджет больше 100 тысяч рублей, а еще лучше больше 300 тысяч рублей, я рекомендую смело идти в крупное агентство. Там вам действительно стоят рекламную кампанию, там действительно с вами будут работать, с вами будут работать аккаунт-менеджеры и так далее. Поэтому начнем с самых богатых слоев населения. Я буду с этой стороны, с вашего позволения, рисовать. Это 300 плюс бюджет в месяц. На Яндекс.Директ, возможно и Google AdWords, в зависимости от того, как вам повезет по жизни. Итак, с качеством, то, что я рекомендую. Я рекомендую сразу же агентство. Причем эти агентства обычно входят определенные топы, в том числе и наше агентство висит в топах некоторых. Можете залезть, посмотреть топ агентств маркетинговых агентств или агентств контекстной рекламы и в топах поискать агентства. В том числе, опять же, мое. 300 плюс введение обычно бесплатное. Для вас это плюс очень большой, так как для вас цена фри. Сейчас, правда, переходят на фри плюс 10% от вашего бюджета. Сейчас почти все агентства начинают переходить. Сроки. Здесь бывают абсолютно разные. С агентствами, конечно, тоже своеобразно надо уметь и работать, и понимать их больки, страдания, потому что у них тоже много клиентов. Но об этом отдельная история. Сроки обычно создания рекламных кампаний, если у вас интернет-магазин, то это от 7 дней 100%. Ну, вообще, готовьтесь, что это будет где-то 14 дней и не меньше. Также хочу заметить, что ребята постоянно ведут рекламные кампании, и у них есть обычно очень интересные системы сквозной аналитики, как вы любите ее называть. Но, на самом деле, отслеживание трафика. Бывают очень дорогие системы. Ну, и агентства обычно тогда точно берут 10% за ведение. Это различные системы а-ля К-50. Ну, в общем, дорогие системы, которые сами по себе уже стоят в месяц их содержание от 20 тысяч рублей. Если у вас 300 тысяч, пробуйте агентство. Если вам не понравится агентство, вы можете спокойной душой взять, встать и уйти в другое агентство. И вас, в принципе, никто держать не будет. Очень важно посмотреть договор, когда вы подписываете его с агентством. Главное, чтобы не было такого, что договор заключен на ведение, например, на год или на полгода, потому что вы становитесь рабом системы. Вам, естественно, важно, чтобы вы могли встать и уйти в любой момент. 300 тысяч каждый раз платить им довольно сложно. Естественно, они вам выставляют счета и так далее, поэтому вам придется это оплачивать по договору. Поэтому читайте обязательно договор и смотрите. Качество работы зачастую 4-5 по пятибалльной шкале. В принципе, никаких нареканий особых нет. Да, бывают действительно агентства, которые халтурят, но все это можно почитать в отзывах, ровно в тех же топах, где зачастую правдивые отзывы есть, типа халтурили, плохо работали и так далее. Дальше уже начинается более интересная шкала, потому что здесь можно разделить ваши бюджеты, например, 100+, и 20+. Я не буду брать больше денег, потому что большие бюджеты навряд ли меня смотрят в этом видео. Если у вас действительно больше бюджет, то это он ли агентство, там даже нет смысла разговаривать с одним директологом, потому что один директолог, например, с миллионным бюджетом на какой-нибудь ландшафтный дизайн или миллионный бюджет, чаще всего это интернет-магазины, он просто один не справится, никак. И так как здесь бесплатное идет введение, зачастую, особенно от миллиона рублей, от миллиона рублей 10% зачастую не берут, то там все намного проще, там много народу работает в агентстве, и они довольно быстро справятся с работой, и довольно быстро будут править, исправлять различные ошибки, которые все равно будут в ваших рекламных кампаниях с самого начала. Если говорить о том, что у вас все-таки есть бюджет от 100+, агентства у вас, естественно, не возьмут. Со 100+, бывают, берут агентства, но качество этих агентств зачастую хромает очень сильно. То есть ребята, которые занимаются введением от 100+, они обычно берут всегда 10%, 10%, по-любому. И могут еще брать даже сверху еще 10-20%. Если говорить про Google AdWords, сейчас маленькую ремарочку, 10% берется всегда. То есть так как там нету отчислений партнерских у Яндекса, всегда Google в этом отношении немножко больнее, потому что приходится еще 10% сверху отдавать агентству. Ну, либо директологу, о которых мы сейчас и поговорим. Если говорить о директологе, давайте разберем основные моменты. Я считаю, директолог... Я сейчас эту табличечку сотру. Если говорить о директологах, надо думать не о том, какие контрольные вопросы ему задавать, какой он там классный специалист или еще что-то. Важно посмотреть несколько очень важных моментов. Если вы работаете с одним человеком, повторюсь, с одним, потому что если вы, например, идете в какое-нибудь агентство, с вами может работать, например, закрывать один человек, а работать потом другой человек. И тут вы, естественно, не подгадаете. При этом желательно, когда вы звоните в агентство, например, куча сайтов в интернете сейчас, которые готовы настроить вам Яндекс.Директ, Google AdWords и так далее. Очень важно узнать, с кем именно вы будете вести диалог. Ну, например, с менеджером, с которым вы сейчас общаетесь, или вам потом дадут другого менеджера. Потому что есть очень два важных момента в долгом отношении с клиентами. Я могу это сказать точно по своему опыту, потому что у меня есть клиент, которого я веду, наверное, сейчас уже будет четвертый год. Как я веду клиента. Ну, то есть уже даже три точно прошло, и пошел плюс. Первое и самое важное – это сам человек. Почему это важно? Потому что с некоторыми людьми, например, я, ну, не работаю. Например, общаюсь, да, у нас есть проекты, но я вижу, что с человеком я не могу сойтись характером, может быть, я ему нравлюсь, еще что-то. Но если я не могу с ним сойтись, у него какие-то свои цели и прочее, то, естественно, я не работаю с таким клиентом. Естественно, не все люди такие. Некоторые люди действительно пытаются заработать деньги прямо сейчас, потому что не у всех директологов есть там 300, 500, 800 плюс в месяц. Не у всех. И многие пытаются заработать на всех. Здесь есть очень интересная вещь, которую вы можете использовать на первом этапе. Называется «пробить человека». С помощью гугла, например, вы берете его фамилию, имя, берете его мобильный телефон и пробиваете по гуглу, например, или Яндексу. И смотрите, что это такое за птица вообще, что это за человек. Зачем это делать? На самом деле все элементарно. Потому что есть ребята, ну, опять же, на опыте могу сказать, например, которые пытаются заработать именно сейчас, просто взять деньги у вас и убежать с ними. Либо что-то сделать, а потом просто сказать «не-не-не, это не мы, все, до свидания». Как с такими бороться и как на таких не напороться? Первое. Можно проверить человека в гугле, потому что обычно такие ребята оставляют за собой грязные следы в интернете. Можно взять ребят-арбитражников некоторых, которые очень популярны, взять их телефон, вбить, например, ну, которые, допустим, говорят, что они зарабатывают там миллион, полтора и так далее. Посмотреть, вбить этот телефон и посмотреть, во-первых, как их зовут по-настоящему, если они вдруг другими именами представляются. Ну, а во-вторых, узнать, что они, например, подрабатывают созданием сайтов за 5000 рублей. И это может уже насторожить, что специалист тут говорит, что он 200, 300 берет за проект, а там берет 5000, причем именно за создание проекта, не перекладку, например, каких-то функций, например, надо создать сайт за 5000 рублей. Нет. А именно сам пытается создать сайт за 5000 рублей. Что на самом деле смущает. Естественно, в интернете действительно можно практически нарыть все о человеке. Есть еще второй очень хороший сайт, который помогает лично мне работать со всеми людьми. Есть ребята такие, их зовут судебные приставы. Да, неприятная тема, может быть, даже для многих, но факт. Надеюсь, меня директологи за это не убьют, не поймают в подворотне, не изнасилуют. А если вдруг меня убьют в подворотне, знайте, что это сделали директологи. Здесь есть сайт, я не помню точно, как называется, но официальный сайт судебных приставов. Я напишу здесь где-то его название. Вы можете пробить любого человека через сайт судебных приставов. Единственное, что вам нужно знать о нем, это дату его рождения, можно даже без года. И его фамилию, имя, отчество или фамилию, имя, даже этого достаточно. И дальше просто поискать в Москве или в регионах, насколько человек должен денег судебным приставам. Если он должен 100, 200, 300 тысяч по каким-то кредитам, шанс того, что он вам будет делать рекламную кампанию, крайне мал. Мы пробиваем ребят, пробиваем ОООшки, опять же, на горьком опыте это все складывается. И да, попадается один из 10, один из 20 каких-то ребят или ОООшек, которые, ну, например, клиенты, которые приходят, которые, например, не существуют или существуют с огромными долгами. И шанс того, что все будет благополучно и хорошо, крайне мал. Есть ребята, которые мне должны денег, довольно солидные суммы. Если именно их вбить фамилии и года рождения в систему, можно посмотреть, сколько они денег должны. И я знаю прекрасно, что мне они должны намного меньше, нежели чем судебным приставам. Дальше. Естественно, с человеком нужно общаться. Если у вас протекает простое общение, он не пытается вас как-то слить совсем, с удовольствием общается по телефону, не переходит на какие-то совсем, типа, давай завтра, давай послезавтра, до того еще, как вы начали с ним работать, то, естественно, человек, наверное, открытый. Также можно посмотреть, опять же, соцсети человека и так далее, и так далее, и так далее, и посмотреть, насколько он открытый. Ну, например, могу сказать за себя. И так как я минимум общаюсь с клиентами, ну, вообще с какими-то мелкими клиентами, у меня есть целый отдел, есть отдельный человек персональный, который занимается до 100 тысяч проектами, он общается, он открытый в соцсетях и так далее, и так далее, и так далее. Для этого все можно взять и посмотреть в моей группе ВКонтакте, даже два человека, в принципе, у меня постоянно открыты для общения и разговоров. Но я, например, так как я беру проекты больше 100 тысяч рублей ВКонтакте, просто не общаюсь, потому что люди захламляют личку как им угодно, по 30 сообщений в день читать невозможно. Поэтому я общаюсь, например, только скайп, только телефон, только, ну, если нужно, почта, если какой-то разбор идет, какие-то ТЗшки написать и прочее. То есть я не пользуюсь, например, ВКонтакте. Самый яркий случай был в 2014 году, когда ко мне пришел человек ВКонтакте, по-моему, и написал, «Привет, где моя рекламная кампания?» А я говорю, «Привет, а ты кто?» Он говорит, «Ну, я с тобой 15 минут разговаривал, а до этого с ним в переписке ничего нет вообще». Я говорю, «А с кем ты именно общался? Можешь рассказать?» Он говорит, «Ну, я общался с тобой только с другого аккаунта». И я говорю, «Ну, тебя ничего не смутило?» В общем, человек 10, там, по-моему, или какие-то количество денег небольшое, он отдал какому-то левому чуваку, который просто зарегистрировал аккаунт Константина Горбунова и сказал, что может настроить рекламную кампанию. Ну, просто пиздец. Вот. Если говорить про такие разводы, их повсеместно можно искать. Причем 2014 год это был вообще просто год разводов, по-моему, во всяком случае с моей группой, потому что некоторые люди, которые подписывались на мою группу, им сразу какой-то писал человек, который представлялся от Константина Горбунова. При этом люди не подписывали договор, ничего, просто кидали деньги в никуда. Поэтому следующий очень важный момент – это договор. Неважно, вы физик, юрик, физлицо, юрлицо. В любом случае всегда подписывайте договор с человеком. Хотя бы вы будете знать его паспортные данные, уж если на то пошло. Либо, если вы подписываете с юридическим лицом, ну, в моем случае, например, ИП, вы будете знать все о ИП, вы можете вбить все данные ООшки, ИПшки, в интернете посмотреть, правда, неправда, когда была зарегистрирована эта ИПшка. Может, ей вообще две недели. И вы пытаетесь, как бы, общаться с человеком, который только стал ИПшником. Ну, может быть, это хорошо, но надо просто тогда пообщаться с человеком и узнать, он будет нормальный или нет. Заметьте, это все делается еще до того, как вы начинаете у человека спрашивать какие-нибудь контрольные вопросы. А вы делаете один к одному, а зачем вы делаете один к одному объявление, ключевик или группу объявлений? А что вы еще знаете о Директе? А какие курсы вы проходили? И тому подобное. А есть ли у вас сертификат? У вас агентство, оно сертифицировано или нет? Причем могу заметить, что крупные клиенты 20+, возможно, спрашивают о сертификатах 100, 300+, Плюс никто даже не спрашивает такие вещи вообще никогда. На моей памяти было только 3 человека, которые спросили сертификат Яндекс.Директа. И один, по-моему, спросил по поводу сертифицированного агентства. Причем это было года полтора назад, если не больше. Да и то, все эти ребята находятся вот здесь, 20+. Ну, сами понимаете. Дальше. Конечно, после того, как вы поняли, что человек более-менее адекватный, что он готов с вами подписать договор, вы начинаете уже общаться с ним как со специалистом. Заметьте, до этого вы общались с ним просто как с человеком. Да, опять же, некоторые люди работают по скриптам. Например, у меня менеджер работает по скриптам. Но при этом у меня, например, клиенты, которые больше, например, года общаются. Общаются с одним и тем же человеком. Ну, например, у меня есть девочка Катерина Юрьевна, которая у меня, в принципе, главный менеджер отдела продаж. И она же общается с клиентами, которые у нас крутятся. Ну, основные клиенты, которые у нас крутятся, например, с какими-то бюджетами или давно крутятся. И, например, у нас есть клиент, который звонит каждый, ну, допустим, каждую неделю. И с ним просто она общается на различные темы, не только связанные с бизнесом. О работе, о детях, еще о чем-то. Потому что это уже практически семья. И это показатель, кстати, очень хороший. Следующий пункт очень важный. Это не просто кейсы, как вы любите. Просто кейс засунул человека, сделал какой-нибудь скриночек, что вот я получил CTR 20%, я классный мужик. Нет, кейсы с продолжительностью. Продолжительностью. Что это значит? Это значит, что вы должны с человеком работать год, два, три. Ну, или он должен показать таких людей, или показать рекламные кампании, которые крутятся хотя бы больше года, полугода. Если таких рекламных кампаний нет, значит, человек, скорее всего, только начнущий директолог. И, естественно, уже есть определенные риски, которые могут заложиться. Если у человека есть постоянные клиенты, с которыми он общается год, а вам по факту нужен директолог, который будет с вами работать год, полтора, два, докручивать ваши рекламные кампании, но все-таки, исходя из, опять же, 95% потребностей именно вас, то надо узнать кейсы, которые крутятся больше года. Таких, например, у меня на сайте очень много, если уж брать пример. Но у меня крупное агентство, я могу их показывать пачками, эти кейсы. Естественно, не все клиенты обслуживаются постоянно. То есть, спрашивать, какое количество всего было клиентов и сколько осталось, это бесполезно. Потому что с каждым месяцем все далее и далее, естественно, некоторые люди уходят. Им нужно настроить рекламную кампанию, и дальше она сама работает. Например, полгода. А через полгода люди приходят опять, спрашивают что-то. Некоторые клиенты, это правда, уходят к другим агентствам, или уходят к другим директологам. Может такое быть. У нас, например, сейчас есть клиент, который ушел от нас где-то год назад и сейчас вернулся обратно, потому что его очень жестоко нагрели на очень хорошую сумму. С шестью нулями. Раз, два, три, четыре. Правильно, с шестью нулями. Было неприятно, но он вернулся. Он говорит, блин, я был не прав, меня там развели на так далее. Но не суть. Пожалуйста. В общем, такие истории человек должен рассказать. Вам менеджер по телефону должен рассказать. А у нас было. Да, мы все это прекрасно знаем. Да. И прямо рассказать именно стори-теллинг. Потому что если человек работает в Яндекс.Директе больше года, двух, трех, у него скопилось миллион историй. Просто огромное количество. Которые он может вам рассказать, и вы поймете, что этот человек действительно специалист. Именно из историй. Он может рассказать какие-то кейсы. Не присылай какие-то бумажки. А прямо сразу, практически импровизируя. Говоря, вот я как сейчас вам на камеру рассказываю, основные истории, которые просто приходят на ум. Ровно так же вам и нужен такой же человек, который будет точно рассказывать. Да, у нас было. Да, у нас было. Например, из наставничества, из последнего, я понял, когда люди приходят и говорят, а вот эта ниша, например, ландшафтный дизайн, как работает. Я говорю, вот было вот такое, такое, такое. Был такой кейс, такой кейс и такой кейс в таких годах. То есть, я могу точно сказать по годам, по бюджетам. Могу сказать, где были подводные камни. А если дизайн интерьеров, тоже беру, например, 2013 год клиента и 2015 год. И сравниваю двух клиентов и рассказываю, какая разница между ними была. Ну, опять же, можно говорить про клиентов минимум. Самое главное говорить о самом наполнении. То есть, например, какой был бюджет, какой был ТЗ, какая была задача, что в итоге получили, что делали. Такие все моменты человек должен вам рассказать. Если у него не было, например, такой тематики, вот к нам недавно пришли тема ДНК-тесты. У нас действительно такой темы никогда не было. Вот сейчас будем ей заниматься. Но при этом, например, строительство, какие-нибудь дизайны интерьеров, ландшафтные дизайны, все по строительству связанное, интернет-магазины, какие-то товарки мелкие, услуги основные, праздники. И потом свадьбы, фотографы и прочее, прочее, прочее. Это все то, что обязательно человек уже должен по опыту знать. То есть, он может сразу сказать, да, да, знаем. Либо он скажет, окей, а что вы конкретно хотите, потому что бывают вот такие случаи. Ну, вы меня поняли. По факту, вот это время, то, что вы можете потратить на пробивку человека и общение с ним, это не больше 20-30 минут. Хотя из этого можно отобрать 10-15 человек, если вы действительно хотите получить хорошего директолога, и просто со всеми с ними пообщаться и проверить вот на эти основные моменты. Четвертый этап. Четвертый этап – это уже как раз общение по поводу рекламных кампаний, по поводу каких-то контрольных вопросов. Насколько человек специалист, насколько он знает свою тему, насколько он, ну, вообще крутой. Опять же, если вы в интернете его пробили, посмотрели, какие у него есть группы ВКонтакте, какие у него есть, ну, вообще какие-то о нем сведения, как о директологе, вы можете уже, в принципе, судить. Большинство людей, которые крутятся там в директе, дворце, вы можете зайти посмотреть их, например, группу ВКонтакте и, ну, в принципе, понять практически все. Стоит ли к ним обращаться? Просто одно дело, как они расписывают себя на сайте, другое дело, заходишь в группу, в их же группу. Контрольные вопросы нужны для того, чтобы просто определить, насколько человек вообще в теме Яндекс.Директа. Но здесь довольно сложно. Объясню почему. Потому что, например, какие-нибудь стандартные вопросы, которые задают практически все люди, это, например, почему мне стоит обратиться к вам, а не к другому, почему у вас дороже, чем у другого. Некоторых людей вводят ступор, причем, если это именно ребята, которые работают одни, у них, они не продают, они не могут продать круто свою услугу. Они знают, что у них есть ценник, например, 15-20 тысяч за настройку рекламной кампании. И по факту, навряд ли они вам скажут, чем они лучше, например, людей за 5 тысяч рублей. Если это заскриптованная тема, например, как у нас сидит продажник, естественно, он продавит и скажет, почему лучше, и распишет в 5 основных особенностей нашего агентства контекстной рекламы, почему именно стоит к нам обратиться, знаем, плавали, конкурентов знают и так далее. В общем, троллить будет по полной. Обычный фрилансер так навряд ли сможет. Ну, не все, скажем так. Контрольные вопросы, связанные с Яндекс.Директом, опять же, один к одному. Почему использовать нужно одну группу объявлений, одно объявление, один ключ, опять же, не все могут сказать. Я недавно просто записал видео, так как люди очень часто это спрашивали, я просто, например, пишу видео. Естественно, все наши работники просто смотрят мои видео и общаются со мной и знают, почему один к одному. То есть, опять же, показать, насколько это показательно, я не могу сказать. Новейшие фишки какие-то тоже далеко не все директологи берут. Ну, например, что-нибудь из последнего уточнения. Не все, опять же, директологи знают, что это такое. Показатель, что плохой директолог, я бы не сказал. Я бы порекомендовал вам сделать следующее. Ну, во-первых, запросить у директолога такую вещь, как статистику фразы по дням. В принципе, вам не надо знать, что это такое, но вы можете зайти в директ, нажать кнопочку «Статистика», выбрать третью вкладочку в таких подкладочках отчетов. Она будет называться «Фраза по дням» и попросить за месяц, например, парочку рекламных компаний скинуть. Ну, в том числе на поиски горячий, теплый, холодный или любую другую разбивку, которую он, например, использует. Зачем это нужно? Вы можете, опять же, это не знать. Если чувак не знает, что такое статистика фразы по дням, то есть он не работает тогда со статистикой. Это значит, что человек, может быть, умеет настраивать рекламные компании, но вести их он, к сожалению, не умеет. Исходя из этого, вы понимаете, что введение дальнейшее будет проблематичным с ним. Спрашивать о том, что умеет ли он пользоваться директ-командером, ну, он скажет «Да, да, конечно, умею». Пользуется ли он техниками, или, ладно, начнем с кей-коллектора. Опять же, можно спросить, какими парсерами он пользуется, например, кей-коллектор, Магадан, Словоёб, может быть, еще какие-то. Что я не рекомендую спрашивать, то есть это бесполезно. Первое – это даже можно спросить и узнать, кстати, например, по каким техникам он настраивает Яндекс.Директ. Если он настраивает по технике БМ, ну, как я лично шучу на эту тему, что если у вас на сайте написано, что вы настраиваете Яндекс.Директ по технике БМ, то, скорее всего, вы уже себя похоронили как директолог. Ничего плохого не имею против БМа, ничего не имею против реального директа. Естественно, надо уметь везде фильтровать информацию. Да, понятное дело, что это маркетинговый ход просто закрыть тех людей, которые проходили тренинг реального директа. Услышали, что вроде как надо настраивать так, и пошли со спокойной душой искать директологов, которые вроде бы на одной волне с ними. С другой стороны, есть еще... Ну, то есть, этот момент тоже можно узнать. Можно узнать про директ-коммандер, можно узнать про парсеры. Можно также еще узнать у человека несколько таких, наверное, мелочей, но тем не менее. Давайте напишем технику БМ, да. Что я еще не рекомендую спрашивать у ребят. Ну, во-первых, сертификаты Яндекс.Директ. Все очень просто. Вы можете сами зайти в Яндекс.Эксперт. Это очень удобная фича, где можно, во-первых, проверить их сертификаты на подлинность, потому что у нас балуются ребята, подделывают сертификаты. Причем довольно большое количество, ну, где-то один к двум. То есть, каждый второй сертификат в интернете поддельный. Ну, в Яндекс.Эксперте легко проверить это. Причем, если даже он закончился, то он должен показать, когда он закончился, этот сертификат. То есть, если вам человек рассказывает, да он просто закончился, и там показывают, что такой сертификат, такого сертификата нет, а нужен номер сертификата и фамилия самого человека, который ваш директолог. Почему сертификаты, я считаю, не самая важная вещь? Ну, вы это, наверное, тоже уже слышали много раз, возможно, от других людей, но просто пройти эту сертификацию элементарно. Самый простой способ – это забашлять 3,5 тысячи рублей, и вам любой директолог пройдет эту сертификацию. Есть даже видео в интернете, как люди проходят эту сертификацию. Это вообще просто смешно смотреть, но можете полазать, посмотреть и накрутить просмотры другим ребятам. Вот, причем они такие сидят за компьютером, ааа, что, как это? Вот, еще другой вариант – просто копировать эти вопросы в Яндекс. Да, Яндекс постоянно добавляет новые вопросы, конечно, и, возможно, человек, ну, там, с первого раза не проходит, потому что попадаются какие-то непонятные вопросы. Но в большинстве случаев на все вопросы основные есть ответы в Яндексе. Можно их поискать и найти. Поэтому сертификат, я думаю, к сожалению, не показатель. По поводу Гугла с гугловскими сертификатами. Во-первых, там есть очень большая плеяда этих сертификатов, грамот, бумажек. Например, есть Google Partners, которые не относятся к сертификации. При этом у нас, например, агентство, сотрудничающее с Гуглом. То есть мы – Гугл партнер, партнер Гугла, если еще так проще назвать. Вот, сертификат вашего работника, либо сертификат фрилансера. Ну, там можно уже посмотреть более детально, конечно, его. Там есть несколько уровней, чтобы получить сертификат. Есть, кстати, разные сертификаты. Есть сертификаты, если их разбить, вообще, да, и гугловские Яндексы. Это Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google AdWords, Google Analytics. Вот основные сертификаты специалистов, которые обычно получают директологи. Ну, не все, опять же, какая-то часть из них. Но, например, из тренинга директологов, если зайти на мою страницу тренинга директологов, можно посмотреть, какое количество ребят после тренинга директологов только получило этих сертификатов. Огромное количество. Если говорить еще про сертификаты, есть еще сертифицированные агентства. И в агентстве Яндекса, если мне память не изменяет, нужно 5-6 человек сертифицированных, тогда дается сертификация агентства для Яндекса. Если говорить про Google, там немножко проще. Там можно 2-3 человек иметь сертифицированных по определенным бумажкам, опять же. И у вас будет сертифицированное агентство в Google. Те люди, опять же, которые говорят, что у нас единственное агентство в России, которое имеет сертификацию там и там и так далее, это, конечно, естественно, пиздеж. Вы заходите просто в топы агентств контекстной рекламы и смотрите все эти агентства. И видите, что таких, ну, наверное, точно больше сотни, а дальше я уже не помню. Точное количество я вам назвать не могу. Любой абсолютно топ, их превеликое множество, и можно посмотреть все эти как раз, кто сертифицирован, кто не сертифицирован, какие, примерно, бюджеты, сколько, примерно, их услуги стоят и так далее, так далее. Кстати, и отзывы их, естественно, тоже можно почитать. Теперь скажу по поводу воронки. Рисовать не буду, покажу инфографикой. Все очень просто. Если вы хотите поискать человека, я предлагаю вам, во-первых, опубликовать вакансию на своей странице ВКонтакте, посмотреть на фрилансе. И отсмотреть не меньше 80 анкет директологов. Потому что по нашей воронке, начиная с 2013 года по 2016 год, мы уже поняли, что если просмотреть меньше 80 анкет на фрилансе, на воркзиле, ну, и ВКонтакте и прочее, прочее, скорее всего, вы не найдете даже ни одного нормального директолога. С вами обязательно, если вы в объявлении правильно все укажете, то в объявлении вы напишите контрольный вопрос. Ну, например, те же самые фразы по дням. И посмотрите, сколько людей смогут прислать эти фразы по дням. Я вас уверяю, что из 80 человек, которые откликнутся на ваше объявление, в лучшем случае 20 пришлют, например, фразы по дням для 3-4 рекламных кампаний за 1 месяц. Я вас уверяю, что таких будет минимум. А такие директологи уже более-менее качественные. Из этих 20 человек вы начинаете с ними общаться. По тем же самым первому, второму пункту узнаете, что это за люди, как они в интернете себя представляют. Если, опять же, ничего о человеке в интернете нет, стоит задумываться, куда вы деньги будете отправлять. Ведь для большинства людей вы отправляете деньги вперед, то есть предоплату. После того, как посмотрели, узнали о человеке, это уже сокращает с 20, где-то до, наверное, 7 директологов, которые более-менее адекватны. И вот с ними уже можно вести переговоры. Это будет, наверное, в лучшем случае 2-3 директолога, с которыми вы уже пообщаетесь плотно. Расскажете им про цели, зададите вопросы контрольные, узнаете основные фишки, которые они используют. Может, они покажут вам рекламные кампании. Мы, например, свои рекламные кампании не показываем. Я считаю, это неправильно. Тем более, если у вас есть клиент, который постоянный, приходит новый клиент, показывает ему рекламную кампанию, которая сейчас крутится со всей мишурой. Это довольно жирно для человека, который приходит только сейчас и хочет заплатить деньги за создание рекламной кампании. Если другой человек уже, например, исправно платит год, скорее мы откажем такому человеку, который пришел новый, нежели чем будем портить отношения со старым клиентом. Ну и дальше вы из 2-3 директологов, которые остаются, с фриланса, с ВКонтакте, с Воркзилы, вы выбираете одного и начинаете с ним работать. Здесь тоже очень важный момент, когда вы начинаете работать, как вы помните, есть договор, желательно с ним подписать хоть какой-то договор, у вас будут данные, опять же, на его физлицион, на ИП или еще что-то, ну хотя бы какие-то, чтобы человек не пропал. По поводу цен. Сразу же мы идем к ценам. Ну, в нашем случае, в случае маркетинга агентства «Монстр контекст», мы не делим бюджеты на 100 и 20 тысяч. У нас есть общая цена за настройку Яндекс.Директа, в зависимости от сложности проекта. И также мы дополнительно берем, а, не меньше чем 3 недели мы ведем обязательно вашу рекламную кампанию. У нас появился для теста недавно, назовем это пакет, потому что у меня это называется на сайте пакет, то ли он старт называется, то ли еще что-то, который идет без ведения. Но при этом за полтора месяца, который висит этот пакет, мы не закрыли ни одного человека с него. Потому что, по факту он сделан для чего? Для того, чтобы просто максимизировать звонки. Действительно, закрытие, например, на начальный пакет, где есть ведение минимум 3 недели, оно увеличилось. Это уже я, наверное, для директологов больше говорю. Но, тем не менее, если вам человек рассказывает, что я сделал вам рекламную кампанию, и при этом не продает вам ведение этой рекламной кампании, ну, в общем, сами можете тоже сделать какие-то определенные выводы. Очень важно вести рекламную кампанию. Если ее не ведут в течение месяца, полтора месяца, а уж тем более два месяца, начинаются определенные проблемы. Тем более сначала. Потому что, если брать какой-то график, да, введения рекламной кампании, очень важно вести первую неделю ее и первый месяц. Потому что большая часть косяков выезжает на первой неделе при нормальной загрузке, при тесте, при тестовом бюджете, потому что тестовый бюджет обычно, например, в 10 тысяч рублей, которые мы берем. Это минимальный бюджет, с которым мы вообще работаем, можно так сказать. Хотя минимальный бюджет 20 тысяч, тестовые 10. То есть мы закладываем, мы смотрим количество звонков, заявок или покупок вообще. И далее вы уже, ну, например, открутили 10 тысяч, и уже дальше закладывается бюджет, например, 20 тысяч, когда можно уже более-менее успокоиться. Но при этом, например, мы ведем рекламную кампанию. Здесь я сейчас тоже вставлю табличку, буду говорить по памяти, а вы будете смотреть на табличку. Итак, первое, самое важное, это введение рекламной кампании, это его, ну, стоимость, да, наверное, к стоимости мы сейчас еще вернемся. Это от 10 тысяч рублей, ну, в нашем случае. В некоторых случаях у ребят, у директологов есть 5 тысяч рублей и введение рекламной кампании. За 5 тысяч рублей они не делают ничего, просто смотрят, что она работает, что там есть деньги, что она крутится, скажем так, и мониторят, возможно, сайт на то, что он действительно работает в настоящий момент. Например, не льются заявки впустую при неработающем сайте. Второй момент, это, естественно, поиск неподходящих ключевых слов, по которым, возможно, написаны объявления, возможно, они просто широкие, или фильтрация поисковых фраз. То есть, человек создает отчеты в Яндекс.Метрике и смотрит, по каким определенным поисковым фразам не стоит показываться. Дальше. Естественно, есть минус-слова, которые также должны собираться, исходя из поисковых фраз, по которым к вам переходили люди. Причем это точное вхождение той фразы, по которой человек заходил. Например, ремонт квартир, отзывы, еще какое-нибудь слово, не знаю, ярмольник, например. Естественно, надо почистить либо ярмольник, либо отзывы. Но с вами уже надо это пообщаться. Обычно они показывают, говорят, какие они слова добавляют, либо пишут отчеты. И в отчете пишут то количество минус-слов, которые добавлены, и какие минус-слова были добавлены. И вообще, какие работы были проведены. Исходя из первой недели и исходя из первого месяца. То есть, отчетность должна обязательно присутствовать, когда вы работаете с человеком. Без этого никуда. Кстати, если идти еще чуть раньше и поговорить о ключевых фразах и вообще взаимодействии с человеком, то в первую очередь он вам все равно готовит либо маркетинговые исследования и общается с вами, спрашивает, какие лучше взять УТП, какие объявления из представленных, которые есть сейчас лучше. На взгляд человека, который пришел к заказчика, скажем так. Также он, естественно, спрашивает ваши цены, прайсы, если их нету на сайте. То есть, все основные моменты он всегда утрясает. Второй момент. Обязательно, когда человек начинает собирать ключевые фразы или собрал их, ну, что может занять там один, три дня, может быть, даже и семь дней, в зависимости от сложности тематики, действительно, по срокам привязываться довольно тяжело. После того, как он собрал ключевые фразы, он должен вам отправить их на утверждение. Вы должны их посмотреть и сказать «да, нет». Потому что, если он сделает ключевые фразы, при этом вам их не покажет, он может сделать дальше какашку, и вы об этом знать ничего не будете. Естественно, это грустно. Третье. Это уже собранные объявления по факту и, скорее всего, вообще загруженная рекламная кампания, уже даже не в Excel, а в самом Яндекс.Директе. Просто она уже загружена, может быть, она отправлена на модерацию, вы посмотрите ее и проверите, насколько правильно ли человек сделал. Это можно посмотреть какие-то мои уроки, исходя из того, что, например, я делаю видео, больше делаю, меньше слов, и что на выходе должно получиться. В каком виде. Например, директ-коммандер, который вы можете поставить себе и посмотреть. Также, естественно, это все может быть на вашем аккаунте, может быть на агентском аккаунте. Тут вы разговариваете с человеком, готовы ли вы, например, на его аккаунте вестись. Многие готовы. Здесь я не вижу на данный момент, на 2016 год никаких проблем. Мы ведем клиентов в большинстве случаев, не всех, но в большинстве случаев от 20 плюс клиентов, это точно, мы ведем на их аккаунтах, на клиентских, потому что 20 плюс, это 2000 рублей в месяц, они нам не интересны. 100 плюс, но еще кое-как. 300 плюс, естественно, на наших аккаунтах, тут даже разговоров нет. Ну и цена настройки, естественно, в разы меньше, потому что ведется все на наших аккаунтах. Дальше. Если говорить про стоимости, давайте вернемся к стоимостям все-таки, а потом мы продолжим по поводу ведения. Я считаю, что в зависимости от сложности рекламных кампаний, рекламные кампании в любом случае должны начинаться от 15 тысяч рублей настройка, плюс, возможно, какое-то ведение, например, неделю, две, три, до 25 тысяч. Это самый такой лайтовый вариант. Если действительно, что туда должно входить, должно входить хотя бы, ну, все ключи, которые вам нужны, во всяком случае, горячие. Также вы должны с ним обговорить, возможно, нужны холодные ключи. То есть, ключи, которые около тематические, или ключи, по которым не всегда приходят клиенты. Возможно, на них нужно просто поставить меньше ценник, но все равно тестировать. Все упирается в ваш бюджет. Если у вас 20 плюс, и у вас дизайн-квартир, то делать какую-то рекламную кампанию с дополнительными ключами, у вас просто не будет денег на тесты. То есть, вы 20 тысяч выплюните, и результаты практически не получите. Получите, конечно, например, одного клиента, но или там три звонка, или два звонка, в зависимости от вашего лендинга, и так далее. Кстати, о котором тоже нужно поговорить с вашим директологом. То есть, если он говорит, что сайт говно, другой говорит, все замечательно, все хорошо, лучше спросить у того, у кого вы собираетесь, у того, кто считает говно, спросить хотя бы почему. Основные этапы. Мы, кстати, делаем маркетинговое исследование, также и проверку лендинг-пейджа, и пишем основные моменты, наши замечания, из-за чего мы считаем, что конверсия будет понижаться. Если говорить про какие-то дорогие проекты, больше сотки, там все зависит от того, какая тематика. Потому что бывают сложные тематики, в которых 5000 ключей, 6000 ключей, их надо обрабатывать, сидеть, собирать на них минус-слова и прочее. Это занимает, конечно, довольно много времени. И ровно так же по поводу ведения. Ведение. Ведение рекламных кампаний, опять же, повторюсь, начинается от пятерки во многих, агентствах, у нас это начинается от десятки. Но если человек заряжен на постоянную доработку ваших рекламных кампаний, конечно, эти ценники маленькие. То есть обычно вы ставите больше ценник, например, пятнашка, двадцатка, в зависимости от того, что человек делает. Я писал, что у нас был первые какие-то маркетинговые исследования, введение именно. Это поисковые запросы, это минус-слова, это возможно АБ-тестинг объявлений. Третье. Это, естественно, вся статистика в Яндекс.Метрике, потому что в Яндекс.Метрике, если правильно создавать сегментацию, кстати, можно делать ретаргетинг, ригмаркетинг через сегментацию, поэтому сегментацию всегда делается, в любом случае. После создания определенных отчетов Яндекс.Метрики человек должен понимать, что, например, неправильно приходит, ну, не та целевая аудитория приходит, например, сидят на сайте меньше 15 секунд, 20-30 процентов людей, это еще, ну, 20 процентов нормально, 30 уже тяжело, там 40-50 это все, это уже крах обычно рекламных кампаний, ну, в зависимости от. Также он, естественно, должен обязательно писать отчеты. В отчетах он должен указывать все, что он делает, всю работу, потому что он может создать новую рекламную кампанию, если вы попросите, увеличить количество ключевых фраз, то есть добавить новое, как вы называете, семантическое ядро, хотя на самом деле это список ключевых фраз, добавить в рекламную кампанию, либо создать новую рекламную кампанию с такими, либо создать группу объявлений с ключевыми фразами новыми. Естественно, это все тестировать. Также, возможно, он будет тестировать картинки в РСЯ, вообще РСЯ. Возможно, если уж говорить про Google, то там вообще целый космос, о которых стоит, ну, о которых стоит вообще разговаривать отдельно. Вот, в любом случае, то, что я сейчас назвал, то, о чем я сказал, должен знать ваш директолог. Вы можете задать ему основные вопросы, послушать, выписать на бумажке о том, что я сегодня, прямо сейчас вам говорю, выписать основные моменты, и эти моменты посмотреть, ну, или обсудить с вашим директологом, который у вас будет на вашем проекте. Если действительно он понимает, о чем идет речь, то, значит, директолог действительно хороший. Но, опять же, желательно еще его проверить на то, чтобы у него не было никаких особых больших долгов и тому подобное, а то ему, даже если он замечательный директолог, он просто может срулить. Ну, и подрезюмирую, опять же, посмотрите обязательно на человека, потому что человек, с одной стороны, может быть, вам интересен, а с его стороны вы ему не интересны, потому что у вас маленький бюджет, потому что у вас какие-то маленькие деньги, и вы ему даете маленькие деньги и так далее. Ищите такого человека, с которым будет общаться комфортно. Второе, это, естественно, пробивка человека, должен он денег, не должен денег и так далее. Третье, обязательно смотрите соцсети человека, что он из себя представляет в соцсетях. Если у него, ну, опять же, у многих просто кейсы, у кого-то, естественно, написаны отзывы и так далее. Все это стоит очень хорошо и качественно проконтролировать. С агентством все намного проще. Вы заходите в топ или выбиваете это агентство, пишете отзывы, и если агентство крупное, там все понятно об агентстве. Хорошее, плохое, тем более в топах. Дальше. Последний момент – это задать какие-то контрольные вопросы и вообще с человеком пообщаться на тему Яндекс.Директа. Даже если вы не разбираетесь в Яндекс.Директе, он вам должен довольно доходчиво объяснить, почему стоит воспользоваться, почему. Ну, вот у него были, например, какие-то кейсы, и он должен прямо на кейсах вам объяснить, да, у нас был такой человек, или у нас был вот такой человек, у нас был вот такой пример, вот такой пример, вот такой пример. Мы получили вот это, вот это, вот это. Была цель такая, достигли вот это. Если он все это рассказывает, вам это все нравится, вам приятен человек, пробуйте с ним работать. Уверяю вас, что из 80 анкет, опять же, которые вы отберете, 20 человек хоть как-то с вами более-менее адекватно свяжутся, и в лучшем случае 7 человек будут такие, с которыми будет хоть как-то комфортно общаться. И 2-3 – это те директологи, на которых можно уже потратить время, их хорошо прособеседовать, ну, хотя бы час-полтора, то есть, понятное дело, что у директологов у всех абсолютно разное количество времени. Кто-то готов общаться с вами час-полтора, кто-то не готов, потому что у него и так своих проектов достаточно. Если вас человек отшивает, то не бегите за ним, на самом деле. Если мы тоже, у нас компания, которая иногда сливает клиентов, то есть, мы говорим, что, к сожалению, мы вас не можем взять, и по каким-то определенным причинам. Возможно, тематика сложная, и мы с ней просто не хотим геморроиться за, например, 25 тысяч рублей, или за 30, за 40 тысяч. Мы не хотим с ней заниматься, хотим вот столько. Если человек не готов платить больше, ну, значит, мы просто человеку говорим, что нет, так не получится, мы с вами не будем тратить время на это. Просто, опять же, есть люди, которым отказываем в ведении рекламных кампаний, в создании рекламных кампаний, и они начинают беситься и спрашивать, какого хрена вы отказали в услуге. Все потому, что, опять же, вы хотите одно, а мы, к сожалению, это сделать не можем. И просто отпускайте этих людей, в том числе и нас, если мы вдруг не можем вам помочь. Просто идите в другое агентство, и вам помогут. Обязательно поищите больше, чем одно агентство. Никогда не... ну, вот к нам приходит очень много людей, которые попробовали, там, трех-четырех директологов. Пробуют. Если хорошо, мы работаем долго. Может быть абсолютно разные ситуации, абсолютно по-разному у всех ваших друзей, кстати, даже Яндекс.Директ может... Например, кто-то настроил сам хорошо, вы настроить сами не можете хорошо. Просите друга, друг настроил вам коряво. Потому что все темы разные. Есть темы, где я два ключа бросил, или тысячу рублей бросил на месяц, и приходят клиенты на 300 тысяч и так далее. Это есть реальные примеры. Причем можно настроить как угодно коряво рекламную кампанию. При этом тот же человек настраивает коряво рекламную кампанию в какой-то конкурентной нише, там, естественно, получается полная жопа. Также еще хочу заметить, если вы сами настраиваете свои рекламные кампании, они настроены, и даже в них есть очень хороший профит. Например, вы вкладываете 5 тысяч, получаете 20 тысяч рублей. Можно отдать рекламную кампанию на анализ к своему, или к какому-то директологу, или всем директологам. Просто, например, дать доступ к метрике, пусть они посмотрят вашу метрику. И пусть они дадут вам какие-то контрольные советы. Если они вам могут дать конкретно всю информацию по метрике, сказать почему, от чего и так далее, опять же, расскажут вам о каких-то историях, о каких-то случаях, значит, это тот человек, который вам нужен. Все, друзья, на этом я, наверное, закончу. Потому что об этом можно говорить бесконечно. С вами был Константин Горбунов. Выбирайте только правильных директологов. Не обращайте внимания на мошенников в сети, их довольно много. Пока!